Давайте поговорим о возможностях системной коррекции зуда кожи. Позволю себе напомнить вам такое банальное определение зуда, но, к сожалению, другого у нас нет и, наверное, не будет. Итак, зуд или пруритис – это особое неприятное, субъективное, подчеркиваю, ощущение, которое вызывает потребность почесаться. С другой стороны, наверное, другими словами не скажешь. Из этого определения следует, во-первых, что зуд – это субъективный признак, ведущий причем субъективный признак, симптом очень многих кожных заболеваний. Ну и мы все с вами прекрасно знаем, что зуд – это, наверное, самая частая причина возможных вторичных инфекционных осложнений множества зудящих дерматозов. Более того, зуд – это самая частая причина снижения качества жизни пациентов в самой разной сфере этой самой жизни, в том числе и в профессиональной, в личной и так далее. Напомню вам, что основным медиатором зуда является эндогенный медиатор гистамин, хорошо нам с вами известный. Образуется он в тучных клетках, бозофилах, тромбоцитах. Содержится он в этих клетках в виде гранул и при разрушении, либо при стимуляции клеток высвобождается или дегранулируется. На самом деле гистамин – очень важный нейромедиатор для человеческого организма, поскольку он участвует в модификации большого количества как физиологических, так и патологических процессов. Но нас-то с вами сегодня, в частности, да и вообще, как драматологов, больше интересует роль гистамина в модуляции воспалительных и иммунных реакциях. А роль эта очень велика. Какие еще вещества, кроме гистамина, виновны бывают в развитии зуда? Есть целый ряд так называемых проритогенов, которые стимулируют выработку и выброс гистамина. Это и такие амины другие, как серотонин, адреналин, допамин, мелатонин, например. Это и протеазы, это и цитокины, которые, вы знаете, при различных, особенно хронических иммунозависимых дерматозах, играют огромную патогенетическую роль. Это нейропептиды, опиоиды и целый ряд других. Но, безусловно, если разбираться в отдельных звеньях процесса формирования зуда при различных зудящих дерматозах, то будут обнаружены и описаны во многих случаях определенные особенности типичных для того или иного заболевания. Ну, а если возвратимся мы с вами к гистамину, то, опять же, позволю себе напомнить, что вот это проритогенное действие гистамина реализуется за счет активации так называемых гистаминовых рецепторов первого типа. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту фотографию в нижнем углу слайда, где стрелочками я подчеркиваю, что вот эти самые H1 рецепторы, гистаминовые рецепторы первого типа находятся на поверхности клетки, не внутри, а именно на поверхности клеток. И это очень важно. Попозже мы к этому вернемся. Итак, кожный зуд, как я уже сказала, это может быть один из симптомов того или иного дерматоза, который мы часто используем как критерий дифференциальной диагностики. Но кроме этого, есть зуд как особое состояние с точки зрения дерматологии, которое характеризуется только лишь зудом и вторичными изменениями кожи в виде экскориации при отсутствии первичных элементов кожной сыпи. В таком случае мы ставим диагноз зуд и начинаем очень увлекательный процесс поиска причин этого самого зуда. Что здесь нужно иметь в виду? Зуд не связанный с кожной патологией, может быть, как локализованный, так и генерализованный. Как правило, локализованный зуд – это чаще зуд анагенитальной зоны. И связан он бывает с такими состояниями, как геморрой, сахарный диабет, глистной инвазии. Если преобладает зуд вульвы, то это обязательно нужно смотреть на предмет гинекологической патологии, тот же самый сахарный диабет и так далее. А вот генерализованный кожный зуд вне связи с кожной патологией – это очень большой спектр соматических заболеваний. Это и так называемый печеночный зуд. Это зуд у пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. Большого внимания требует обширная группа пациентов с зудом кожи вследствие обменных эндокринных нарушений. Зуд может сопровождать болезни крови. Зуд может быть первым признаком злокачественных новообразований. Зуд может возникать на фоне медикаментозного лечения, в частности, производными опиума. Зуд может быть на фоне глистных репаразитарных анвазий. Кроме того, не следует забывать о состояниях психогенного характера, когда возникать может так называемый психогенный зуд. Ну и определенные периоды жизни – это возрастные периоды, я имею в виду синильный, старческий зуд, и период беременности, когда тоже женщин может беспокоить ощущение зуда. То есть вот такая сложная соматическая картина, которая требует детализации зуда, детализации жалоб, поскольку, как правило, при тех или иных соматических заболеваниях имеются определенные такие знаки, типичные нюансы, особенности этого зуда. Поэтому постарайтесь при сборе анамнеза эти моменты уточнять, и это, возможно, поможет вам определиться в тактике обследования этих пациентов и его дальнейшей маршрутизации. Ну, вернемся к кожному зуду как симптому заболеваний кожи. И если сказать, скажем так, в общем, глобально, то да, действительно, если зуд является симптомом кожного заболевания, то в ряде случаев, возможно, этиотропная терапия, я имею в виду такие процессы, как чесотка, как микозы, тогда, конечно, без этиотропной терапии нам не обойтись. Ну, а в других случаях, равно как и при зуде, связанном с патологией внутренних органов или какими-то другими причинами, методами системной коррекции зуда, безусловно, являются антигистаминные средства или блокаторы вот тех самых H1-рецепторов, которые я вам показывала. Ну, безусловно, системная коррекция зуда должна быть дополнена локальной коррекцией в виде адекватных средств ухода либо в виде наружных медикаментозных лекарственных препаратов. Если мы с вами пролистаем наши клинические рекомендации, то мы найдем указания на то, что антигистаминные препараты должны включаться в комплексное лечение очень большого количества дерматозов. Не буду перечислять, вы их видите. Причем вот первые 12 диагнозов на залоге – это те дерматозы, когда антигистаминные препараты назначаются в обязательном порядке и входит, скажем так, в спектр обязательных врачебных назначений. Но есть те заболевания, как томикоз, псориаз и так далее, когда антигистаминные препараты, с одной стороны, не являются обязательными, но в тех случаях, когда эти процессы сопровождаются зудом, тоже целесообразно назначать антигистаминные лекарственные препараты. Вы все прекрасно знаете классификацию антигистаминных препаратов, вы все прекрасно знаете, что есть препараты первого поколения, обладающие невысоким спектром избирательности, но безусловным преимуществом первого поколения является, в частности, наличие инъекционных форм. Препараты второго поколения более современные, более избирательные, более способные оказывать быстрый эффект и более безопасный эффект. Но хочу обратить ваше внимание, что в недрах вот этого второго поколения есть отдельная подгруппа, так называемые активные метаболиты. Всего на сегодняшний день 4 молекулы относятся к этим активным метаболитам. Это цитиризин, левоцитиризин, дезлорат-1 и фексофенадин. Ну, может быть, предвосхищая в определенной степени ваши вопросы, хочу сказать, что третьего поколения на сегодняшний день нет, не разработано. Ни один из имеющихся препаратов не является истинным препаратом третьего поколения. Почему? Потому что вот есть определенные требования, которые были разработаны такой особой специальной консенсусной группой по антигистаминным препаратам. И заключение этой группы говорит нам о том, что на сегодняшний день, повторяю, ни одна из действующих и имеющихся у нас молекул не обладает свойствами истинного третьего нового поколения. Поэтому всего, повторяю, как было, так пока и остается у нас два поколения. Но, тем не менее, активные метаболиты – это, безусловно, особая такая подгруппа в классе второго поколения, поскольку активные метаболиты имеют целый ряд преимуществ. Во-первых, ну, раз они активные, значит, они не требуют метаболизма. Соответственно, им не нужны гепатоциты, им не нужна система цитохрома P450. Они дают более быстрый эффект, а самое главное – более предсказуемый эффект. Более того, активные метаболиты – это те молекулы, которые мы можем назначать совместно с приемом других лекарственных препаратов, не задумываясь про эту систему цитохром P450, как они совместимы или несовместимы. Таких вопросов даже может не возникать, поскольку никаких пересечений в фармакокинетике этих препаратов нет. Далее, активные метаболиты еще имеют преимущество в том, что нет опасности накопления исходной формы, не метаболизированной формы, а, как правило, именно вот эти исходные формы и дают один из нежелательных эффектов, серьезных нежелательных эффектов, кардиотоксический эффект. Ну и безусловным преимуществом также является то, что отсутствует дополнительная нагрузка на печень, что особенно важно для тех пациентов, которые принимают достаточно большое количество разнообразных медикаментов по самым разным поводам. Но хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, что было бы совершенно неправильно, ошибочно ставить абсолютный знак равенства между антигистаминными препаратами внутри одного поколения. Ну вот для иллюстрации привожу вам классификации первого и второго поколения по химической группе. Вы видите, что это молекулы, которые относятся к разным химическим группам, соответственно, они имеют разную степень сродства к гистаминовым рецепторам, разную длительность блокады этих рецепторов и также по другим фармакологическим характеристикам, а следовательно по клиническим эффектам внутри одного поколения, безусловно, лекарственные препараты отличаются между собой и иногда довольно значительно. Ну вот если верить регистру лекарственных средств России, то на сегодняшний день в группе H1 антигистаминные средства зарегистрировано в России 34 действующих вещества и 177 торговых названий. Ну согласитесь, огромный выбор, но вот вопрос, насколько это хорошо или плохо, наверное, тоже достаточно спорный, потому что всегда проблема выбора, чего бы она, эту проблему не касалась, она всегда сложна, в том числе и проблема выбора конкретного лекарственного препарата в конкретной клинической ситуации. Поэтому зачастую вот трудности и ошибки выбора антигистаминных средств бывают связаны либо с необоснованным выбором самого лекарственного препарата, либо с какими-то трудностями с определением дозировки, кратности, длительности применения. Не секрет, что специалисты зачастую основываются на личных предпочтениях, чем на результатах контролируемых исследований, и об этом тоже в предыдущем докладе говорилось, о доказательной медицине, поэтому здесь тоже очень важный момент. Поэтому, конечно, к сожалению, встречаются ситуации, когда антигистаминная терапия не приносит желаемого эффекта, более того, вызывает гиперергические реакции. Что касается требований к идеальному антигистаминному средству, то эти требования сформулированы и Всемирной организацией здравоохранения, и Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. Эти требования, безусловно, во многом схожи между собой. Но если говорить нашим таким простым языком, то, конечно, от оптимального антигистаминного препарата мы ждем, во-первых, высокой избирательности действия, поскольку эта избирательность влияет на развитие нежелательных эффектов. Мы ждем высокой клинической эффективности в совокупности с такой же высокой безопасностью. Мы ждем повышения качества жизни пациентов, надлежащих лекарственных форм, удобных форм для пациента и удобных дозировок. Ну и пациенты, конечно, зачастую беспокоят вопросы доступности, цены того или иного лекарственного препарата. На этом слайде вы видите, наверное, знакомую вам картинку, которая отражает поколение антигистаминных препаратов. Да, первые антигистаминные препараты появились в практике в нашей, в конце 30-х, в начале 40-х годов, и они обладали антигистаминным действием, но помимо этого еще и холинергическим эффектом и седативным эффектом. А вот второе поколение, которое вошло в нашу практическую деятельность, в нашу практику где-то к 80-м годам, оно лишилось в большинстве случаев антихолинергического, седативного и других эффектов, которые мы называем нежелательными. Но к антигистаминному действию присоединилось противовоспалительное действие за счет целого ряда механизмов противовоспалительного характера. Ну и логично возникает вопрос, зачем антигистаминному препарату, собственно, вот такое выраженное противовоспалительное действие? Ответ на этот вопрос достаточно логичен, как мне кажется, ведь мы же с вами говорим о лечении аллергических воспалительных дерматозов, поэтому противовоспалительное действие антигистаминного препарата, безусловно, имеет патогенетическое значение. Продолжая разговор об эволюции антигистаминных препаратов и продолжая разговор о группе активных метаболитов, напомню вам, что в 1987 году произошла своеобразная революция вот в недрах этой эволюционного, этого развития антигистаминных препаратов и появился первый активный метаболит, который был выделен из молекулы гидроксизина, это молекула цетиризина, и эта молекула цетиризина стала работать как самостоятельное противоаллергическое лекарство. Чуть позже появились другие активные метаболиты, а цетиризин был пионером в этом смысле. И, конечно, за эти годы молекула цетиризина и механизм действия цетиризина прекрасно изучен. Это и блокирование ранней фазы аллергического воспалительного ответа, то есть вот тот самый противогистаминный, противоаллергический эффект, который способен осуществлять цетиризин. Это и блокирование поздней фазы аллергического воспаления, то есть противовоспалительный эффект, который присущ антигистаминам второго поколения. Поэтому, безусловно, цитиризин – это тот препарат, та молекула, которая полностью соответствует современным требованиям. По поводу изученности, не буду долго останавливаться на исследованиях, покажу только, что, во-первых, таких исследований достаточно много, и они очень показательно демонстрируют, что молекула цитиризина по сравнению с другими антигистаминами второго поколения дает возможность добиться более быстрого и длительного противогистаминного эффекта. Вот звездочками я пометила те кривые, которые характеризуют эффективность цитиризина, в частности, в подавлении индуцированного волдыря, в подавлении зуда, вы видите, очень быстро, на третий день уже практически зуд пациента не беспокоил при хронической крапивнице. Но надо сказать, что вот эти замечательные свойства цитиризина привели к тому, что на сегодняшний день, по сведениям справочника Видаля, торговых наименований однокомпонентных препаратов, которые содержат цитиризин, выпускаются не больше, не меньше, как 28 лекарственных препаратов. Это опять к вопросу выбора. Ну и, безусловно, проблема выбора оригинального или дженерика препарата, она всегда у нас стоит. А вот вопрос, какой дженерик выбрать, среди вот этих 28, тоже достаточно сложный вопрос. И всегда нас должно интересовать, а насколько же те сведения, которые получены при исследовании оригинального цитиризина, можно экстраполировать на те цитиризины, которые выпускаются под другими торговыми названиями, наименованиями. Но если мы в качестве примера будем говорить о цитрине, как о дженерике оригинального цитиризина, то, во-первых, безусловно, полностью биоэквивалентный препарат, иначе просто он бы не вышел в практику, не был зарегистрирован. Но, кроме этого, цитрин, как дженерик, привлекает наше внимание еще и тем, что имеет большую собственную доказательную базу по применению на территории Российской Федерации в различных клинических ситуациях для лечения различных аллергических заболеваний. И вот ссылочки вы видите на этом слайде. Подчеркиваю, это исследование посвящено были именно цитрину. Еще один вопрос, связанный с дженериками, это вопрос терапевтической эквивалентности. То есть препарат должен быть не просто биоэквивалентен, но и терапевтический эквивалентен. И здесь я хочу сослаться на так называемую оранжевую книгу, которую выпускает организация FDA. Наверное, вам известна такая организация. Так вот, в этой оранжевой книге публикуется перечень препаратов и их производителей, которые считаются терапевтически эквивалентными оригинальным препаратом. И вот цитрин, хочу отметить, что он включен в эту оранжевую книгу как лекарственный препарат с доказанной терапевтической эквивалентностью. Что касается наших отечественных исследований, таковые тоже есть. В частности, одно из исследований сравнительного характера по применению различных дженерических препаратов цитеризина при лечении крапивницы. И вот вы видите, что наибольшую, наилучшую эффективность продемонстрировали оригинальный препарат, а из дженериков – цитрин. И это тоже, конечно, заслуживает нашего с вами внимания. Следующий вот такой революционный шаг произошел в 2001 году, когда из активного метаболита, из цитеризина, был выделен его активный энантиомер, левоцитеризин, левовращающий энантиомер, и тоже стал работать как самостоятельное противоаллергическое средство. Надо сказать, что левоцитеризин, помимо всех общих, присущих второму поколению свойств, не буду их повторять, имеет очень выраженное противовоспалительное действие, пожалуй, лучшее из равных. И вот такое я нашла интересное очень исследование, которое буквально на картинках иллюстрирует нам вот эту степень противовоспалительного эффекта левоцитеризина методом термографии. Методика была очень интересная, оригинальная. Пациентам давали препарат, лекарственный препарат, либо плацебо, и затем в полость носа распыляли гистамин. И после этого проводили термографию. И вот вы видите, что после впрыскивания гистамина через 2 часа, естественно, развивалась воспалительная реакция, то есть температура в полости носа повышалась, что и регистрировалось с помощью термографии. А дальше сравнивали эффективность противовоспалительного действия левоцитеризина, дезлоратодина, ну и группа плацебо. И левоцитеризин, в отличие от других групп, показал снижение температуры, то есть снижение степени воспаления, другими словами, более чем 2 раза. Основными важными показателями любого антигистаминного препарата является объем распределения, является его афинность или сродство к H1 рецепторам, скорость наступления эффекта и селективность, избирательность в отношении H1 рецепторов. И вот в этом ключе тоже надо отдать должное левоцитеризину, поскольку объем распределения у этого антигистаминного препарата оптимальный, практически соответствует классическому оптимальному значению, составляет 0,4 литра на килограмм при оптимальном значении 0,6. Сравните с другими, которые я в качестве примера здесь на слайде вам привожу. Почему такой объем распределения у левоцитеризина? Да потому что левоцитеризин находится, распространяется при попадании в организм в межклеточном пространстве. А помните, я вам говорила в начале лекции, что рецепторы, H1 рецепторы, располагаются на поверхности клетки. То есть левоцитеризин, находясь в межклеточном пространстве, имеет возможность обеспечивать практически полную занятость H1 рецепторов. Он имеет высокую степень доступа к этим H1 рецепторам. Отсюда и выраженный противогистаминный эффект. Что касается афинности сродства, то есть степени занятости и степени удержания, так скажем, этих H1 рецепторов в течение суток. Ну вот посмотрите, еще одно сравнительное исследование. Через 4 часа после приема степень занятости H1 рецепторов была самой высокой, фексофенодина 95%. У левоцитеризина 90%, у дезлоратодина значительно меньше 71%. Но что произошло через 24 часа? Фексофенодин, который так стартовал удачно, через 24 часа у него оказалось занятыми менее четверти H1 рецепторов. В то время как у левоцитеризина сохранилось 57% занятых H1 рецептором. То есть опять же мы с вами видим вот такую иллюстрацию высокой афинности левоцитеризина. По поводу селективности. Да, действительно, поскольку у левоцитеризина сродство к H1 рецепторам превышает сродство к другим рецепторам в 600 примерно раз, то практически ему не нужны другие рецепторы. И он не оказывает ни антихолиэнергического, ни антисеротонинового эффекта, ни фактически не оказывает седативного эффекта. По скорости наступления эффекта примерно у половины пациентов, и это доказано в дочных исследованиях, действие левоцитеризина развивается через 12-15 минут после приема. А практически у 100% уже через 30 минут-час наступает действие левоцитеризина. Но еще одно свойство нельзя не отметить. Максимальная концентрация левоцитеризина в сыворотке крови достигается через 50 минут после приема терапевтической дозы и сохраняется в течение двух дней. Это очень важный с точки зрения даже клинической симптоматики признак. Чем еще не может не привлекать нас левоцитеризин? Нас как дерматологов я имею в виду. И действительно мы с вами прекрасно знаем массу хороших, замечательных антигистаминных препаратов, но есть такое понятие как дерматотропность, то есть сродство кожи. И вот левоцитеризин – это тот антигистаминный препарат, который создает очень высокие концентрации именно в коже. И опять же этот момент для нас очень с вами значим. Нормативная база, показания к применению левоцитеризина, в частности левоцитеризина в виде одного из новых таких торговых наименований, продуктов «Алервея», достаточно широкие показания. Помимо стандартных ситуаций с конъюнтивитом, с ренитом, помимо полиноза, «Алервея», то есть левоцитеризин, имеет показания для лечения крапивницы всех видов. И очень важно, для лечения других дерматозов, которые сопровождаются зудом и сыпью, и даже при отеке квинки. Поэтому свойства левоцитеризина в виде создания высоких концентраций в коже, длительности применения до 6 месяцев, быстрое начало действия и действия в течение 24 часов, безусловно, эти свойства нам, конечно, с вами очень важны. Более того, сегодня мы можем назначать «Алервей» как на короткий период времени, есть удобный для этого форма выпуска в виде 10 таблеток, а можем назначать «Алервей» для длительного применения, порекомендовав пациенту упаковку из 30 таблеток. Ну и еще одна такая хорошая новость. Эта новость заключается в том, что у нас с вами появился в арсенале «Алервей» с добавкой «Экспресс». То есть рассасывающаяся таблетка, диспергируемая, как более научным языком, таблетка. И на сегодняшний день это единственный левоцитеризин вот в такой диспергируемой форме. То есть все вот эти замечательные свойства левоцитеризина в сочетании с такой особой диспергируемой формой дает возможность, во-первых, облегчить применение. Это просто берется таблетка в рот, не требует запивания водой. Соответственно, пациент не привязан к этому процессу запивания. А кроме того, такая форма незаменима для пациентов, у которых есть какие-то проблемы с глотанием. Это могут быть проблемы как физического характера, так и психического диенеза. Поэтому вот тоже, пожалуйста, возьмите на вооружение. Часто возникает вопрос все-таки, что же выбирать, что же лучше. Цитеризин или левоцитеризин, то есть цитрин или аллервей. Ну, я очень не люблю говорить лучше или хуже. Для каждой ситуации есть свой препарат. Главное, правильно сделать выбор. Ну, а если сравнивать эти две молекулы, эти два лекарственных препарата, то вы видите, что у аллервея дозировка в два раза меньше, чем у цитрина. Несколько быстрее наступает клинический эффект. В два раза меньше риск развития сонливости, хотя и у цитрина он невысокий. Возраст, с которого разрешен и тот, и другой препарат одинаковый, это 6 лет. Но есть определенные ситуации, когда мы должны начинать именно с аллервея, то есть с левоцитеризина. Это пациенты с коморбидной соматической патологией, поскольку они принимают много других лекарственных препаратов, и мы, конечно, должны стремиться снизить фармаконагрузку. Поэтому левоцитеризин будет здесь препаратом выбора. Пациенты с системной аллергией. Опять же, мы здесь имеем возможность добиться того же самого, а может быть даже большего эффекта, меньшими дозовыми нагрузками. Ну и если есть какая-то индивидуальная особенность, непереносимость, либо седация на приеме цитеризина, тогда тоже целесообразен левоцитеризин. Возвращаясь к клиническим рекомендациям. Ну вот вы видите, при каких заболеваниях в клинических рекомендациях фигурируют цитеризин и левоцитеризин. Ну и еще раз хочу обратить ваше внимание на показания. Очень четко нужно смотреть показания и сопоставлять с клиническими рекомендациями. Если вы назначаете антигистаминные препараты оффлэйбл, то есть если, допустим, взять дезлорат-1, тот же самый, у него одно показание – крапивница. Но вы можете его использовать при лечении экземы, но оформив определенным образом медицинскую документацию. То есть подписанное добровольное согласие и заключение ВК. Подпись, вторая подпись должна быть в медицинской карточке. Резюмируя свое выступление, уважаемые коллеги, еще раз хочу вам подчеркнуть, что современные антигистаминные препараты как средства, имеющие полифункциональное действие, безусловно, они в нашей практике незаменимы. И связаны они с высвобождением медиаторов воспаления, как специфического, так и не специфического характера, в том числе и гистамина, который является провокатором симптомов отека и симптомов зуда. Выбор оптимального антигистаминного препарата – это определенный баланс между эффективностью, безопасностью и доступностью. И очень важный момент – это убедительная доказательная база. Цитиризин и левоцитиризин, цитрин и аллервей, в соответствии с инструкцией, подчеркиваю, показаны в составе базисной патогенетической терапии при аллергических и зудящих дерматозах и дают прекрасный эффект за счет своих фармакокинетических особенностей. Я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги и конференции. Желаю дальше двигаться с таким же интересом, как я. Спасибо. Спасибо.